Количество убитых в столкновениях в Израиле достигло 16 человек. Конфликт в районе Газа переходит в затяжную фазу. Хамас грозится продолжать протесты до тех пор, пока Иерусалим не станет палестинским. Все подробности расскажет Григорий Бадо. Провести независимое расследование столкновений на границе в районе Газа потребовала Верховная представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерико Магерини. Израильская военная прокуратура в ответ опубликовала имена 10 из 16 убитых за последние дни. Все 10 джихадисты и полевые командиры Хамаса, ранее замешанные в подрывной деятельности и убийствах израильтян. Среди них, например, Масаб Салуль, активист боевого крыла Хамаса, в прошлом совершивший теракт с применением огнестрельного оружия. Или джихад Фарина, житель Газа, командир роты боевого крыла Исламского движения сопротивления. Израильская разведка с самого начала была убеждена, что многотысячный митинг является лишь декорацией для диверсионных акций Хамаса. На армейских видеозаписях, например, видно, как группа боевиков обстреливает израильские позиции от самого запора безопасности. Их уничтожили танковым снарядом. Кроме того, диверсанты, используя как прикрытие массовую демонстрацию, несколько раз пытались заложить взрывные устройства возле пограничных сооружений. Еще пример. Боевики Хамаса привели к забору на границе семилетнюю девочку, видимо, для того, чтобы она попала под слезоточивый газ, и это показали мировые телеканалы. Военнослужащие переместили ребенка в безопасное место, а пресс-служба Цахал опубликовала саркастическое напоминание Хамасу, что Коран разрешает участвовать в войнах только с 15 лет. Сейчас израильская армия готовится к новым беспорядкам, разворачивает заграждения на дополнительных участках границы. Григорий Бадолий, Саневеровская. Подробности Ближневосточное бюро телеканала Интер.